Критики хотите? Чтоб вы поняли, что в КПРФ нет критики. Есть, товарищи мои. Критика в коммунизме была всегда. Без этого не получалось ничего. Критика власти. Зачем так усложнять выборы? Зачем? Соберите все и переделайте. И остался только один на выборы. КПРФ не успела. И самовыдвиженец тоже. Только за единую будем голосовать. Зачем? К слову про единую, я бы добавил следующий вопрос. Ну, просто так. Объясните мне, как при мизерном и по уровню оплаты вашим подчиненным вы стали обладателем миллионного состояния. Это я про варьё. Оно при власти не переделается. Оно там расцветать то и будет. И это далеко не госдума. Ведь практически все миллионеры и все миллиардеры сами ничего не построили. Ну, так ведь? А средний уровень зарплаты, и это даже меньше Америки, так? И сказки про налоги оставьте себе. В разных штатах налоги разные. А то мы в сети, в лидерах, да и не только по сети, мы везде говорим, что мы лидеры, что у нас все хорошо и красиво, что у нас нефти, да очень много. И газика по самые кривые помидоры. А, к слову о том, что мы еще начинаем рассказывать про то, что наш лес кому-то нужен, хотя по сути, по сути я был в Китае и был там неоднократно и видел, что Китаю лес не нужен. Там все сделано из качественного пластика с покрытием, все это делая под сосну, ну или под разные другие материалы, они это делают красиво и ровно. То есть, куда наш лес-то нужен, вот вопрос возникает у меня. Вот так-то. И давайте определимся, мы живем ли в ТОПе? Нет, мы не живем в ТОПе, и мы даже не в лидерах, а мы по жизни в говне. Или я не прав, или я прав. Я про пенсию вообще молчу. Ну, давайте все-таки определимся со средней пенсией. Ну, практически в никакой стране. Ну, если Италия дает своим товарищам, которые хотят ездить и брать себе недвижимость на селе, квартиры, особняки, да то, что там есть, бесплатно? То есть, средняя пенсия там 1700 евро. Это как-то даже не средняя пенсия российская. Вот вопрос. Вот вам критика власти. Она есть в действительности. Чтоб вы не говорили, что КПРФ без критики-то живет.